Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появилась ПЗ-54, которую мы прям вот так вот с лету берем и заходим на ней в бой. Делаем это именно так, потому что на канале уже есть абсолютно честный обзор в стиле моего канала и ссылочки дополнительные будут добавлены в описании к данному видео, плюс в течение видео будут всплывать вот здесь вот вверху. Поэтому если вдруг вас интересует зацен по броне, в зависимости от того под каким наклоном на нее смотреть, если вас интересует сравнение с другими машинами на уровне, если вас интересует сравнение с машинами, которые являются прямыми конкурентами ПЗ-54 или те машины, с которыми можно сравнивать данную тачку по определению, то заходите пожалуйста по ссылочкам, посмотрите, там будут дополнительные бои. Короче говоря, все необходимое для того, чтобы принять, ну прям всестороннее, обдуманное, взвешенное решение по приобретению, либо нет данной машины. Стоит отметить, что в состав набора там не положили в принципе ничего прям выдающегося. Да, там есть 10 сертификатов X5, которые безусловно помогут вам прокачать какую-нибудь ветку, потому что они предназначены для любых машин, а не конкретно под ПЗ-шку заточены. В этом действительно плюс набора. Вторым плюсом набора безусловным является то, что данная машина есть в ветке исследования и вы всегда ее можете там купить, но дороже и в абсолютно голом состоянии. Просто машину и слот в ангаре. В составе же набора есть еще анимированный каму, который не имеет прямого отношения к ПЗ-54, не является легендарным камуфляжом для нее. Ну и соответственно может быть одет Ваня на абсолютно любую тачку, если на ней он будет по вашему мнению смотреться как-то интересней. Вот в принципе и все. Есть там правда еще открытое оборудование, но на пятом уровне оно не стоит какого-то сумасшедшего количества серебра и поэтому говорить о том, что это прям супер выгодно, я не осмелюсь. Что касается технических характеристик по орудию. Здесь минус 10 угол склонения орудия, но его почему-то очень часто не хватает и такое впечатление, что минус 10 здесь отсутствует. Ну вот сейчас стоя я не могу опустить орудие на минус 10 вниз, ну прям вообще никак. Мне приходится вылазить прям наверх, но и слава богу приведенная броня делает свое дело. Вот откатываемся немножко назад, пытаемся найти какую-нибудь такую игровую позицию, в которой я смогу все-таки выцеливать своих соперников. Ну вот как вы видите, опять-таки мне пришлось вылазить абсолютно полностью, показывая свой нижний бронелист, который броней не отличается. В общем, вроде бы и минус 10 у машины есть, а вроде бы и минус 10 там и не пахнет. Что касается времени сведения, то в принципе комфортно. Что касается точности, то на дальних расстояниях, с учетом полного сведения вашего орудия, я бы сказал, комфортно и достойно. Так, отходим. Нам здесь делать нечего. Сошел, сошел наш бедняга луч с захвата. Ну, он в принципе молодец, он неплохо подразнил соперников своим присутствием. Давайте попытаемся как-то прокинуться вот сюда и попытаемся вот этих двух товарищей помочь разобрать. Луча вынесли. Где? Вот ты где. Раньше была у этой машины, кто не знает, великолепная способность добирать соперника тараном. К сожалению, на сегодня машина этого практически не делает. Раньше можно было нанести какой-нибудь урон, потом влететь в соперника, отправить его в ангар и радоваться жизни. Но это было раньше. Сейчас же машина, к сожалению, этого вам предоставить не сможет однозначно. Привет коллекционерам. Т-40 удивлен, что встретил его в бою. Видать, кому-то очень сильно нужны знаки классности, и он всячески пытается их заработать. Но честь и хвала люблю коллекционеров древности и раритетов. Так, 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 хрэ хулиганить, не вздумай меня добрать, не вздумай это сделать. На, держись, держись, зараза. Так, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще капельку, нет, не вытянул, ребят. Ну, 4 фрага сделал, машину заценили. Что касается целесообразности приобретения. Если вам нравится ПЗ-5-4, то, безусловно, сейчас она стоит гораздо дешевле, чем покупая ее в ветке исследования, ну, по крайней мере, в процентном соотношении. Итак, давайте по результативности. 4 фрага, 1180 единиц урона. Что касается фарма, понятное дело, что это не фармер, но свое серебро она вывозит. И в минусе вы оставаться не будете. Что касается результативности по команде, то вот она результативность. И я не думаю, что бой был проигран именно потому, что я как-то безграмотно сыграл. На ней именно так и стоит играть. Не стоит стоять и держать какое-то направление. Если вы понимаете, что пахнет жареным, лучше перемещайтесь куда-нибудь в другое место. И, соответственно, оттуда поддерживайте своих союзников. Наносите урон, и таким образом ваша польза в бою будет гораздо выше, чем если вы с кем-то одним останетесь, которого практически добрали, как нашего... Господи, как он там, вылетело из головы совсем. И теперь буду ходить и думать, как его звали. Где он у меня? Коллекционный. Он еще... Вот он, мародер, Господи, мы джаим хотел его назвать. Короче, простите, друзья. Короче, факт в том, что данная машина не терпит оставаться наедине с соперниками. Ну, а что касается самого набора, то 2000 золота, если расценивать просто как, что вам в эти 2000 дают, ну, окей, хорошо. Вопрос в том, нужна ли вам ПЗ-54 за 2000. Вот и думайте над тем, брать или не брать. Да, безусловно, у машины огромное количество плюсов, но и на сегодняшний день есть доброе количество минусов. Мое дело показать машину такой, какая она есть на самом деле, а ваше дело, если вы за честность обзоров, подписаться на канал, поставить лайк, написать свои комментарии по теме видео и обязательно нажать на колокольчик, для того, чтобы не пропустить выход свежего видоса. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok